В эфире программа Иванова Ньюс, телеверсия главной и самой обсуждаемой новости информационного интернет-портала телекомпании. Ответы на важные вопросы, ваши жалобы на работу властей, актуальные интервью, видео жизни региона. Сегодня в выпуске. Наш уникальный путь, это значит советский опыт в образовании, как будут жить и учить наши вузы после отказа от баллонской системы. Отпуск закончился, текстильщик начал подготовку к новому сезону. Условия для тренировок шикарные, чего пока не скажешь о составе команды. Миллиардовый урожай. Аграриям государства по сути раздает деньги. Ставка по кредитам смешная, а лизин для техники лучше не придумаешь. Жизнь за чужой счет. Доходы городской казны вновь стали больше, но причина не в своей экономике, а в помощи других бюджетов. Государство продолжает помогать аграрной отрасли региона. Сохранен механизм годного кредитования как по инвестиционным, так и по краткосрочным кредитам со ставкой до 5% годовых. Чтобы держать такую низкую ставку, из федерального бюджета выделяются дополнительные средства. И предприятия охотно пользуются такими условиями, уже прокредитовавшись на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Тем более, что производители получили право полугодичной отсрочки платежей по таким кредитам, срок договоров, который нестекает в 2022 году. Отрасли нужна техника, и под эту задачу работает льготный лизинг. Оборудование теперь можно приобретать на срок до 8 лет без авансового платежа. Мало того, областной бюджет даже субсидирует первоначальный взнос. Собрали и увезли на полигоны. Вроде бы логично и даже экономичнее. Но в процессе обращения с отходами есть еще одно промежуточное звено. Мусоросортировочный завод. Предприятие превращает бесполезную массу с нулевой стоимостью в настоящие клады отдельных элементов. Тот же пластик. В куче ничто, отдельно драгоценный ресурс. По объемам мы можем в день выбрать до 30-35 тонн именно пластиковой пэт-бутылки, если мы берем просто обычную. Помимо этого, мы еще выбираем отдельно масляную бутылку, отдельно молочную пэт-бутылку. Естественно, вся бытовая химия, моторные масла, все выбирается строго отдельно, потому что у них разные технологии и разные циклы переработки. Также все мусорные пакеты разделяются как по цветам, так и по видам. Есть пленка высокого давления, претвинистского давления. Все по отдельности. Очередные изменения в Иванском городском бюджете. Доходы увеличиваются на 411 миллионов рублей и вплотную приближаются к отметке в 10 миллиардов. Расходы же выше этой планки и, соответственно, фиксируем дефицит бюджета почти в 400 миллионов рублей. Новое поступление – это не самостоятельный заработок города, а внешняя помощь. Деньги пришли из федерального и областного бюджетов. Дополнительные средства потратят на программы школьного и дошкольного образования, также поддержат троллейбусное депо и более 170 миллионов рублей отправят на Ивановские дороги. Какие времена, такие нравы. Европа разобиделась на Россию и закрыла поставки своей продукции. Отсутствие большинства товаров можно пережить, но дефицит оборудования – это уже проблема. Промышленность долго думать не стала. Взгляд на Запад сразу перевела на Восток. Там нужных поставщиков пока немного. Но есть один, который, в принципе, удовлетворит все наши запросы. Хочу сказать, что несмотря на опасения, которые у многих были, китайская оборона достаточно надежная. Поэтому за полтора года, в котором мы работаем, нет ни одного нарекания по качеству изготовления данного оборудования. Поэтому мы не боимся идти дальше с этим производителем. Поставщик и производитель у нас как бы определен. Поэтому дальше будем продолжать работу с ним. В новой врачебной амбулатории поселка Колобов Шуйского района наладили прием участковых врачей и узких специалистов. Функционирует дневной стационар. Губернатор Ивановской области Станислав Искресенский посетил поселок, чтобы лично узнать мнение местных жителей о работе медицинского учреждения. Новая колобовская амбулатория обслуживает 30 населенных пунктов, где проживает свыше 4000 человек. Из них 803 ребенка. Учреждение отремонтировали по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиника обслуживает более 6000 человек и полностью комплектована медицинским персоналом. Орланы в Ивановской области привезли 1 миллион пассажиров. Первым шагом стал запуск скоростного рельсового автобуса РА-3 «Орлан» по маршруту Иваново-Кинишма в июле 2020 года. В мае прошлого года открыта новая маршрутная сеть пригородного транспорта. Сегодня ежедневно курсирует 44 поезда. В прошлом году самым популярным направлением «Орлана» стал рейс Иваново-Кинишма. Сейчас же лидирующее место по пассажиропотоку занимает направление Иваново-Тейково-Гаврилов-Пасад-Юрьев-Польский. Владимир Путин поддержал инициативу молодого предпринимателя из Ивановской области. Юрий Шилов считает, что в России недостаточно производится синтетического сырья и вспомогательных материалов для легкой промышленности. Он предложил снизить пошлины на импортное сырье и присмотреть льготы для иностранных компаний, чтобы российские предприятия могли конкурировать с ними по цене продукции. В Гаврилово-Пасадском районе реализуют проект компасного развития сельской агломерации. Масштабные преобразования коснутся разных сфер газификации, дошкольного образования, народных промыслов. Всего в районе будет газифицировано 5 сел. Предусмотрено строительство бассейна в детском саду, капитальные ремонты спортивно-оздоровительного центра в Липовой роще, культурно-досугового центра в Петровском и центра русского народного творчества Гаврилов-Пасаде. Меня обманывает судебный пристав. Моя пенсия всего 10 тысяч 80 рублей, но снимает с долги 50%. Я писал заявление, но не могу найти правды. Пристав говорит, что есть дополнительные счета, но у меня их нет. Деньги снимает даже со льготной проездной карты по 1 рублю 27 копеек. Пристав Новиков Юрий Васильевич. У меня были кредиты в банках. Меня подставила дочь на полтора миллиона рублей. А теперь по счетам платить не хочет. Бабушку привезли вечером в третью городскую больницу. Она глухая, связи с ней нет. Парализованная рука после инсульта. Ухаживать за собой самостоятельно не может. Не ходит. Нас к ней не пускают. Говорят, звоните врачу на отделение, чтобы выписал пропуск. По телефону отделения и колл-центра никто трубку не берет. Звонок сбрасывается после проигрывания мелодии и ожидания. Мы не знаем отделение, где бабушка, нам не говорят фамилию лечащего врача. Можно только передачи отдать на стол справок. Но нам этого смысла делать нет, так как одной рукой бабушка даже открыть ничего не сможет. Другой посетитель уже четвертый день не может ничего добиться. Никакой информации. Очень просим обратить внимание городские службы и засыпать чем-то огромные ямы на участке дороги по улице 4-й Деревенская, около дома номер 83. Здесь идет постоянный поток машин. Проехать, не повредив автомобиль, нереально. Скажите, пожалуйста, когда будут выдавать пригодные земельные участки для строительства и проживания для многодетных семей? По одному и тому же участку предлагают из года в год. Над людьми просто издеваются. Болония нам больше не нужна. Мы пойдем своим уникальным путем. Так уже решило Министерство образования и начинает реформу высшей школы. Вузы опять готовятся к революции, у которых до сих пор нет внятных вводных. Возвращаться к советской системе или перенастраивать западные технологии. Как лучше? Выясняем в программе Актуально. Министр науки и образования Фольков, он выступил пару дней назад, по-моему, давая интервью газете «Коммерсант», в том, что никого не будут принуждать переходить на специалитет. Для тех, для кого балонская система сама по себе устраивает их, они уже вошли в неё и готовы работать по ней, значит, они будут продолжать работать. В любом случае, два года это всё будет продолжаться. Про два года спора нет, а в дальнейшей перспективе вы уверите, что так и будет? Я ведь сказал о двух факторах, которые привели к тому, что мы готовы были пойти на балонское соглашение. А был ещё второй. Второй. Россия тогда поставила перед собой задачу привлечь иностранных студентов. А иностранные студенты, у нас всегда была проблема, когда они заканчивали наш специалитет, получали диплом, который не являлся у них на родине тем документом, по которому они могли бы пользоваться теми же правами, что имеющее образование получено в других странах. И это явилось тем толчком, которое подталкивало то руководство к этому балонскому соглашению. Вы, может быть, не знаете или забыли, мы ведь занимаем в мире седьмое место по количеству иностранных учащихся, обучающихся в наших вузах. И вот этому количеству иностранных учащихся придётся давать всё равно документы, соответствующие балонскому соглашению. В нём что-то есть, если это не касается, как я уже отмечал, промышленности. Промышленности, которая несёт на себя опасные объекты. Промышленности, которая требует специальных знаний, которые невозможно получить за этот короткий срок. И поэтому, потому что магистранты очень редко идут работать в промышленность на производство. Они остаются в вузах или идут в научные институты, да, наверное, скорее всего? Они остаются в вузах, они идут в институты или их готовят по просьбе того же предприятия в качестве заведующих лабораторий, научно-исследовательских или центральных, какие есть на том или ином предприятии. И поэтому вот каждое предприятие, получая бакалавра, оно же вынуждено ещё и думать, как его переподготовить. Советское образование, классическое советское образование, которое так взволновало американцев, когда запустили первый спутник или первого человека, и они свою систему образования меняли и подстраивали её под советскую систему, она действительно была хороша прежде всего чем? Она давала большое количество фундаментальных знаний, которое позволяло человеку, если он хочет, получить достаточно большое количество специальных узких знаний. И вот в Волонской системе посчитали, что это лишнее. На самом деле это не лишнее. Другое дело, что можно с экономической точки зрения считать, что это не обязательно всем. Можно считать, что да, это нужно узкому кругу лиц, но это был большой плюс образования. И вот то, что сейчас как-то старается от этого уйти, на мой взгляд, это неправильно. Но нужно понимать, что я человек достаточно солидного возраста, и поэтому рассуждаю, может быть, с позиции прожитой жизни. Или с позиции ностальгии, что может быть свойственно, скажем, всё-таки. Да, это свойственно, наверное, свойственно. Но мне вот кажется про себя, по крайней мере, я так тешу себя надеждой, что я к этому вопросу подхожу и несколько прагматически, аналитически. И мне кажется, что я во многом прав. Я не говорю во всём. Но, наверное, что-то в моих рассуждениях есть. То есть вузы не пойдут по собственному же желанию вот в этот вот эксперимент максимально переложить уже на новые реалии советскую систему образования. Я не готов ответить. И знаете почему? Поколение преподавателей, работающих в советской системе, оно ведь практически ушло. Оно практически ушло, и за это время появилось промежуточное поколение, которое немного поработало там и поработало здесь. И есть поколение молодых преподавателей, которые и слыхали, что был Советский Союз и была советская система образования, и они могут по-разному на это дело смотреть. Но тем не менее вот на специальных кафедрах всё равно, мне кажется, все понимают, что четырёх лет для подготовки специалиста недостаточно. Хотя тоже открою секрет. Мы, когда переходили на бакалавриат, постарались максимально возможное число часов и содержательную часть программ по специальным предметам сохранить, понимая, что всё равно мы-то готовим людей, которые пойдут на предприятия. И поэтому они должны знать то, что требуется предприятию. Хотя кое-чем пришлось пожертвовать. Конечно. Я же сказал про бакалавриат. Тоже самое праздник. Это бы, конечно, пришлось пожертвовать. Но вот суть сводится к тому, что, мне кажется, всё равно специальные вузы постараются перейти на специалитет. Я не ставлю креста. Я думаю, что в любом случае ректоров обычно собирают не очень часто в последнее время. Но я думаю, что вот такой, это ведь своего рода опять революционный шаг в образовании. Я думаю, что ректоров соберут. И я думаю, что всё-таки определённая часть ректоров найдёт себе мужество высказать свою точку зрения. На кладбище в Богородском на одной из могил было обнаружено тело мужчины. На место гибели человека была направлена следственно-оперативная группа полиции, специалисты Следственного комитета. Установлено, что мужчина приехал на кладбище днём раньше, на такси. На месте происшествия полицейские нашли охотничье ружьё. В ходе проверки было установлено, что похороненный год назад гражданин при жизни имел три таких охотничьих ствола, а найденная двустволка – из их числа. Мужчина, чьё тело было найдено на могиле, вероятно, планировал самоубийство и позаботился о том, чтобы полицейские не испытывали затруднения с установлением его личности. Свой паспорт гражданин оставил здесь же на видном месте. После этого лёг на могилу и осуществил то, что задумал. Приятель покончившего с собой мужчины умер чуть менее года назад. И, вероятно, погибший мужчина навещал товарищей и в какой-то момент принял решение о добровольном уходе. Ивановский текстильщик начал подготовку к сезону. В среду команда прибыла в учебно-тренировочный центр «Бронницы». Здесь тренировки продлятся ровно месяц, до 15 июля. Новый главный тренер Игорь Колыванов уже работает с командой. В этом сборе красно-чёрных принимают участие вратарей Александр Маслов и Александр Миронов, защитники Диего Малания, Семён Матвичук и Ролан Гегалаев, нападающий Александр Шлёнкин. Также приехали футболисты, приглашённые на просмотр. Ждут ещё игроков из молодёжной команды текстильщика. В планах 18 июня товарищская игра с астраханским «Болгарём», а через два дня со столичными торпедовцами. Игорь Колыванов вместе с руководством клуба приведёт пресс-конференцию, где как раз и станут понятны задачи текстильщика, в первенстве ФНЛ-2. Обращение к обычному человеку и всем начальникам управляющей компании. Одни выбрасывают старую резину личных автомобилей, куда попало, другие, освобождая дворы от древних шин, тоже не утруждают себя поисками мест утилизации. Таким разгильдяем решили помочь. В Иванове сейчас шесть контейнеров, куда всё это барахло можно складировать абсолютно бесплатно. И город чист, и у покрышек вторая жизнь. Все собранные отходы в данной акции будут переработаны на специальные линии. Из них будет сделана резиновая крошка, из которой мы в дальнейшем производим резиновую плитку и также реализуем данный продукт на другие заводы, которые занимаются производством резинотехнических изделий. Ивановский энергоуниверситет занимает 19-ю строчку в рейтинге российских вузов по уровню зарплаты выпускников, занятых в IT-отрасли. Учитывались данные по выпускникам, закончившие вуз с 2016 по 2021 годы. Средний размер зарплат молодых специалистов за год увеличился на 18 тысяч рублей, составляет сегодня 105 тысяч рублей в месяц. Средний балл по ЕГЭ среди студентов вуза в прошлом году был 80,2. Отметим, что остаются работать в Иванове после вуза в этой сфере чуть больше половины ребят. Остальные начинают зарабатывать в других регионах России. По данным Федерального штаба в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, постоянно 16 июня в Ивановской области за последние сутки коронавирусной инфекции обнаружено у 30 человек. Госпитализированы 6 человек, выздоровели 58. Всего за все время пандемии в регионе умерли 3129 человек. Один новый летальный случай подтвержден за последний день. В стране за прошедшие сутки заразились коронавирусом 3 326 человек. Умерли за сутки в России 67 пациентов. Почему вас сотрудники полиции задержали? Тут я занимаюсь наркотиками, поэтому... Занимались наркотиками, а как именно? Котовались закладкой. Закладки оставляли? Этот почти неговорящий по-русски человек задержан полицейскими по подозрению в наркоторговле. Фигурант-оперативники взяли с поличным. Он попал под наблюдение сотрудников полицейского наркоконтроля и был остановлен ими в тот момент, когда намеревался сбыть товар. Сколько у вас при себе свертков было? У меня штук сегодня было 30. 30 штук? Да. Сколько вы успели разложить? Вот который осталось 9, ну значит 21 я. 21 вы уже разложили. Мужчина среднеазиатской наружности оставлял в укромных местах, как говорит он сам, тот, который закладка. Полицейские произошедшее формулируют более внятно и вполне предметно. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Фрунницкому району города Иваново совместно с оперативниками управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ивановской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в покушении на незаконное распространение наркотических средств У одного из домов по улице 5-я Новаторская задержан 36-летний гражданин ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра фигуранта, а также осмотра прилегающей местности полицейские обнаружили и изъяли 30 сверстков неизвестным веществом. Неизвестное вещество оказалось героином. То, что это тяжелый наркотик, определили специалисты экспертно-криминалистического управления областной полиции. Согласно результатам химического исследования в экспертно-криминалистическом центре ОМВД России по Ивановской области, изъятым является наркотическое средство героин. В ходе дальнейшего обыска по месту жительства подозреваемого оперативниками изъято еще 270 сверстков с героином. Полицейскими установлено, что задержанный работал на один из интернет-магазинов. Там в сети он приобретал наркотическое средство, а потом через тайники и закладки сбывал наркозависимым лицам. А как к вам эти наркотики попали? Ну, меня оттуда отправил человек. Короче, мы с ним связь через 20-го. А как вы эту работу нашли? Через телеграм-группу, которая... Вам в телеграме предложили работу, да? Да. Сколько обещали за одну закладку? Ну, они платят, короче, разные, когда разные. Ну, день 3-5, еще вот так. Обещания теневых наркоторговцев обернулись для гостей. Средней Азии с задержанием и арестом. Два десятка наркозакладок могут теперь обернуться для него 20-ю годами лишения свободы. Примерно по году тюрьмы за каждую сделанную закладку. Пришел в квартиру, почувствовал запах газа, позвонил в Калинова. Мне сказали, придет мастер на следующий день. Мастер пришел, нашел свищ, замотал его изолентой. Сказал позвонить в аварийку. Там ответили, надо варить. Но аварийная служба не занимается этим. Мастер позвонил начальству. Потом попросил подписать акт. И сказал, что ко мне приедут. Но мне снова позвонили из аварийки, где уточнили, что они не варят. Через некоторое время ко мне приехала машина газпромовская. Намотали еще изолентой и снова сказали, что надо ждать. И мне должны заварить. Угрожали из-за меня отключить весь подъезд. Я уже уехал из квартиры, ко мне снова приехали. Я сказал, приехать могу через два часа. Там просто положили трубку. Вот так и получается, что дома взрываются. Проблема не решена. Свищ замотан изолентой. И все. В течение двух месяцев, как открыли новый спортивный стадион на территории 8-й школы на улице Ташкентской, мы не можем открыть окна и нормально уснуть из-за оры и криков играющих в футбол мужиков. Играть начинают в будни, после обеда и заканчивают в 12 ночи. В лучшем случае. А то и в час, и в два ночи. Выходные с 11 утра и также до глубокой ночи. На стадионе есть видеокамера и громкая связь, но охрана никак не реагирует на это безобразие. Говорят, что им за это не платят. Но можно же закрывать ворота и выключать прожектора после определенного времени. Я встаю на работу в 6 утра. Сейчас лето, но нам приходится наглухо закрывать окна, чтобы хоть как-то уснуть. Нервы на пределе. Как это терпят люди с маленькими детьми или у кого кто-то болеет, не представляю. Когда все это строили, нас не спрашивали, согласны ли мы не спать летними ночами. Местечко лесное. Ходит газовая служба, региональная газовая компания. И заставляет насилие менять газовый кран. Просит 8 тысяч рублей наличными сразу. Не дает никаких заключений, а требует деньги. Я опекун инвалида. Вчера меня не было дома. Они почти что заставили старика заплатить эти деньги. Забрала из 3-й городской больницы бездомную. В приют она не хочет. Я решил взять ее к себе. Очень хороший доктор Евгений Сергеевич Филибонов. Терапевтическое отделение. Не бросил эту женщину, вылечил. Хотя у меня с собой на иждивении два инвалида, но я ее угол все равно найду. Шуйский Николышатомский мужской монастырь просит жителей региона оказать помощь с прополкой моркови и свеклы, растущих на его подворье. Всем, кто примет участие в сельхозработах, предоставит питание и жилье. Кроме того, как сообщает отец Андроник из Николышатомского монастыря, все желающие смогут посетить богослужение. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 920 344 11 11. Субтитры создавал DimaTorzok